Мы продолжаем скандальные ссоры знаменитостей. Эти две актрисы были подругами, пока одна из них не стала мутить воду прямо на съемках популярного сериала. Скандальная ссора знаменитостей номер 17. Алиса Нилана против Шеннон Доггерти. Шеннон Доггерти не привыкать к разборкам на съемочной площадке. Ее партнеры по Берли Хиллс 90210 говорят, что она ссорилась с Дженни Гард по любому поводу. Шеннон Доггерти враждует со всеми. Все враждуют Шеннон Доггерти. Дрянная девчонка. Очевидно, что каждое утро она встает не с той ноги. Шеннон покинула сериал после четырех сезонов. Шеннон Доггерти избалованная ребенок. У нее было столько карьерных возможностей, что любая актриса обзавидуется. Да я бы отдал правую руку за то, чтобы переспать с Диланом. К сожалению, Шеннон действительно заработала репутацию главной скандалистки на съемках. Взять, к примеру, яростное нападение на Уилфорда Бримли во время работы над сериалом «Наш дом». Она врезала ему поддых, да, и укусила в щеку. Дом после этого заболевал всю студию хлопьями. Было так больно? Меня это не тревожит. Пять лет спустя Шеннон снова решила попытать счастье в сериалах. Она получила роль ведьмы в «Зачарованном». Алиса Милана и Холли Мэри Комс играли сестер Шеннон. Поначалу троица так тесно подружилась, что Шеннон и Холли были подругами невесты на свадьбу Алисы в 99-м году. Возможно, Алиса позвала Шеннона на свадьбу вовсе не по дружбе. Просто она составляла список гостей по принципу подруга детства, однокурсница, соседка, плюс психопатка, которая испортит всю свадьбу. Однако сердечность соотношений быстро улетучилась. Участие в сериале, основанном на сплошных фантазиях, не сделает ее более сговорчивой. Это лишь усиливает ее бредовую веру в свои чары. И я категорически против. Поговаривают, что погубила дружбу жажда Шеннона к лидерству. Она потребовала, чтобы на всех рекламных фотографиях в центре была она, отодвинув Алису в сторону. Шеннон и Алиса перестали общаться и разговаривали только тогда, когда были вынуждены делать это по сценарию. Ну и пакость. Шеннон злится, потому что Алиса снялась в ядовитом плюще 1 и 2. Да, стоит кому-нибудь получить такой франчайзинг, и все завидуют. Как сообщают, Алиса в конце концов пригрозила уйти, если Шеннон не исчезнет. У кого, кроме Алисы Милана, хватит духу наехать на Шеннон Доггерте? Тут жди беды. У вас в квартире прольется кровь Агнесса. Но выбирать продюсера мне пришлось. Шеннон ушла из проекта уже после трех сезонов. Была ли это ее идея или ее выгнали, пока не выяснено. Шеннон Доггерте уволили или она сама ушла? Возможно, мы этого никогда не узнаем и даже не задумаемся об этом. И чтобы у зрителей не осталось никаких вопросов, сценаристы прикончили героиню Шеннон. Обсуждение в сценарном отделе. Сделаем так, чтобы она умерла, и чтобы воскресить ее было невозможно. Отличная идея, Джон. Кто-нибудь считает, что раз они ведьмы, то могут воскрешать мертвых? Летают же они на мертвых. Кто-нибудь так считает? Нет? В следующем сезоне место Шеннон заняла Роуз Магаун. Зачем нам разбавленные и зачарованные? Алиса Милана, кто-то, кого я не знаю, и кто-то еще, кого я не знаю. Не надо, я хочу Алису Милана, Шеннон Доггерте и кого-то, кого я не знаю. Но Шеннон доказала, что хорошую ведьму на земле не удержишь. Доггерте работала в шоу-розыгрыше? Да, она злая республиканка, в шоу-розыгрыше. Ничего хуже не придумает. Можете назвать еще одного злого республиканца шоу-розыгрышей? Карл Роу. Да, его шоу-розыгрышей — это вся Америка. Называется «Правление Буша», такое смешное шоу. В 2006 Шеннон стала вести реалити-шоу, цель которого — помочь людям разорвать отношения. Что-то нам подсказывает, что в этом она преуспеет. Что же до отношений Шенны и Алисы, то уже никаким чаром их не воскресить.